Мне нравится здесь жить, здешний климат и люди здесь очень добрые. Но видно то, что Узбекистан быстро развивается и есть к чему стремиться. Я не чувствую себя иногда безопасно в Ташкенте. Ташкент сейчас лучше, чем Дубай в 1980-м. Салам-салам, привет всем. Сегодня мы пообщаемся с местной молодежью, узнаем, как им Узбекистан, как они здесь живут, чем они будут заниматься здесь, когда закончат образование, собираются ли они сюда уехать или останутся жить в этой стране. Как тебя зовут, сколько тебе лет? Немножко вкратце о себе. Меня зовут Лиза, мне 24 года. Я фотограф, иногда рисую, занимаюсь визажем. Ну, в общем, можно сказать, свободный художник. Здравствуйте, меня зовут Халикулов Навербек. Я учусь в университете Пучон, я студент и занимаюсь музыкой время от времени. Меня зовут Мансур, мне 26 лет. Сейчас, именно в данный момент, я работаю менеджером по созданию и внедрению развлекательного контента в бренде ОК. Меня зовут Настя, мне 23 года, я занимаюсь фотографией. Подскажи, какая у тебя семья? Какой они относятся к религии или не относятся к какой-то религии? У меня семья светская, то есть она открыта к любым религиям, но при этом мой отец, он исповедует ислам. А мама скорее считает, что Бог един и не нужно как бы делиться. Обычные жители Узбекистана, мы относимся к христианской религии. Семья, ну мы все мусульмане, мы родились здесь. И у меня полная семья, папа, мама, сестренка более современная по сравнению именно с ташкентскими сейчас нынешними взглядами. У нас современная более семья. Моя мама, она христианка, она верующая. Она ходит в церковь, то есть без какого-то сильного фанатизма. На первый взгляд, может показаться, что она такая светская, но по каким-то взглядам они очень консервативны. Достаточно сложно сказать. У меня мама узбечка с татаркой и она мусульманка. Но мы празднуем мусульманские праздники, но они не слишком религиозные. А папина сторона, они и христиане, тоже отмечают все праздники. Как бы в моей семье всегда присутствовали и христианские праздники, и мусульманские. То есть все хаиты, масленицы, все это справлялось. Но чтобы мы ходили каждое воскресенье в церковь или молиться, такого у нас особо нет. Совпадают ли твои взгляды в религии со взглядами родителей? По большей части на самом-то деле нет. Потому что если они исповедуют религию ислам, я в этом вопросе больше агностик. И никакую религию не исповедую. Они полностью совпадают. Ну то есть они меня не принуждают к чему-то? Меня особо это не впечатляет. Я не люблю особо религиозных людей. Я верю в Бога, я верю в какую-то высшую силу, возможно. Но причислять себя к какой-то определенной религии и в какие-то рамки себя запихивать, это не мое, и мои родители свыклись с этим, можно сказать. Да, я думаю, да. Конечно. Да, совпадает. Я так же, как они, крещённая, и мы часто ходим в церковь вместе. Если честно, мы с мамой на эту тему не разговариваем. Мама не лезет в это, можно сказать. Она даёт мне свободу. То есть она не говорит то, что плохо, что хорошо. У меня была история о том, что я занималась йогой, вегетарианством, всё такое. Я немножко уходила в буддизм. Она меня поддерживала, просто спрашивала, как ты себя чувствуешь, и всё такое. То есть нет такого, чтобы она меня заставляла ходить в церковь, креститься. Такого не было. То есть она не из тех родителей, которые, например, когда рождается ребёнок, сразу идут младенцы и крестят. Это отсылка к тому, что моя мама осознанно к этому подходит. Она даёт мне выбор, как мне жить, вообще верить, не верить. Тебе комфортно жить здесь, в Узбекистане? Да, я люблю свою родину. Но именно общество, которое у нас, ну не совсем. Да, очень комфортно. Мне нравится здесь жить, здешний климат, и люди здесь очень добрые. Мне комфортно в Узбекистане. Я вижу то, что тут есть возможности, и я могу себя реализовать. Ну, наверное, потому что мне комфортно, так как я мужчина. В некоторых моментах нет. В каких-то, да, комфортно. В каких моментах некомфортно? Я часто сталкиваюсь с национализмом. Это началось с лицея. То есть в школе у нас тоже было большое количество местных ребят, но не ощущалось вообще различия. А вот когда я поступила в лицей, там уже прям жесткое разделение было на узбеков и всех остальных. Ну, то есть отношение было другое. Ну, и с того времени я как-то стала на это обращать больше внимания, может быть, поэтому я стала больше замечать. Но в целом только вот напрягает, в общем, именно отношение к русским. Прямо. А комфорт? А в чем комфорт? Не знаю, как-то просто здесь все. Возможно, привычно просто. Я имею в виду какие-то структуры государственные. Просто, наверное, привычно здесь что-то решать, какие-то вопросы. Но, возможно, комфортно, потому что просто привычно. Ну, я не был в других странах. Ну, и мне не с чем сравнивать. Но именно в интернете, да, я смотрю. Ну, мне здесь нравится, мне здесь комфортно. Иногда некомфортно. А почему? Я не чувствую себя иногда безопасно в Ташкенте. Потому что это касаемо то, как я выгляжу, например. Если я одену что-то откровенное, это обязательно большое количество внимания. Вот. И это не особо безопасно. То есть, потом я вижу какие-то сводки новостей, где нападают на девушек, которые ничего особо не делали. Я понимаю, что эта информация может быть недостоверная. Но когда ее очень много, ну, начинаешь задумываться о своей безопасности. Потом же в мою сторону были прямые какие-то приставания. Поэтому у меня немножко остался страх. Как ты считаешь, эта сторона по уровню жизни выше или ниже среднего? Я думаю, и что не смогу однозначно ответить на этот вопрос. Я считаю, что прогресс со стороны технологий, каких-то внедрений, развития культурного, оно идет в ногу со временем, хотя бы старается. Но люди, которые здесь живут, они достаточно тяжелы на подъем в этом плане. И если даже прогресс двигается, то люди не готовы к этому. И именно это тормозит. То есть, я считаю, что на данный момент ниже уровня других стран. Это же зависит еще и от зарплат людей. Ну, то есть, мне нормально? Мне кажется, то, что выше среднего. Как будто бы. Ну, я думаю, она прям посередине. Серединка. Потому что... Все-таки я считаю, что если брать именно узбекские мандалите, там узбеков, я их очень сильно уважаю как людей, как, не знаю, как страну, как город. И мне больше, конечно, попадаются адекватные, хорошие люди, но все равно какой-то процент людей, которые могут нарушить какие-то мои границы. Это может быть физически, это может быть как-то словесно. Что-то мне там сказать. Причем я, узная узбекский язык, и я понимаю, что мне там говорят, кричат след, когда я иду куда-то. Сейчас он, типа, чисто для меня, если сравнивать, так как я 7 лет назад... Ну, на протяжении 7 лет жил в Москве, то он как бы средний. Вот. Но если сравнивать с Москвой, то он, конечно же, ниже. Но если с другими городами России, то он выше. Вот. Но видно то, что Узбекистан быстро развивается, и есть к чему стремиться. Но в мире же множество стран. И то есть у них, так скажем, разный уровень жизни. И то есть тут нужно уже выбирать сами страны, с которыми нужно будет сравнивать с Узбекистан. То есть именно если судить по столице, то да, думаю, мы на уровне. А вот если идти в области, то совсем нет. Какие у тебя планы на будущую жизнь? Семья, работа, что планируешь на ближайшие 5 лет? Я хочу ехать в путешествие куда-нибудь. Может быть, в Индию, может быть, в скандинавские страны. Или города, как правильно говорите. У меня с географией плохо. Вот. Карьера. Я хочу развиваться больше как фотограф. Мне это очень нравится. Я вижу в этом точку роста. Касаемо семей, я бы хотела, конечно, замуж. Я хочу семью, детей. На ближайшие даже 6 лет. Дети и семья. На первом месте сейчас для меня карьера, это работа. Так как я хочу реализовать свои амбиции и сделать из этого бренда ОК действительно сильный и могущественный бренд именно в плане контента. Чтобы люди заходили в него и смотрели, и оставались довольными. Ну, ближайшие 5 лет я хочу поступить в Россию, там отучиться, ну, а дальше приехать в Узбекистан и строить свою карьеру и семью здесь. Ну, я сейчас второй курс университета Пучон. У нас получается 2 плюс 2 обучения. И мы третий, четвертый курс, скорее всего, в Корею полетим. И вот я хочу полететь в Корею, там закончить обучение. Дальше уже как получится, там, семья, дети. Ну, как обычный человек, в принципе. Семья точно нет. По образованию я сомневаюсь очень сильно в своем выборе. Потому что у нас в нестабильной экономической ситуации ты в толком не знаешь, чем заниматься. То есть я, наверное, думаю, продолжу заниматься фотографией в качестве хобби. А вот образование, ну, бухгалтер какой-нибудь. Да, у меня в ближайшее время планируется свадьба. То есть семья, получается. Новая детейка в обществе. И я сейчас обучаюсь на дизайнера интерьеров. И ближайшие планы на ближайшие годы – это развитие в этой сфере. Что ты думаешь о релакантах из России? Я сейчас очень много приехал. На факультете в моем курсе учится релакант из России. Снимает он хороший человек. Ну, я с ним дружу, я с ним хорошо общаюсь. Тимур, однокурсник, да, вот. Он бывал в таких каких-то мероприятиях, даже о которых я не знал. Я не знаю, откуда он это все находит, откуда, где он там появляется, как он там появляется. Ну, мне кажется, вот лично мне он какую-то пользу, допустим, дает в плане и рассказывает мне какие-то мероприятия, о которых я сам не знал. Я думаю, у нас гостеприимная страна, и сама я лично негативно не отношусь никак к никому. Наоборот, дружеская атмосфера, знакомлюсь, помогаю некоторым. Ну, это нормально, думаю. То есть у них свои причины на то, чтобы приезжать сюда. А у нас в основном недовольны из-за повышения цен. Ну, мнение у меня крайне положительное, так как сам, прожив 7 лет в Москве, мне реально приятно то, что и здесь тоже есть русские. Вот. И есть с кем сходить в бар, например, либо выступить. Так как я еще занимаюсь стендапом, это чисто мое хобби. Они как раз-таки принесли что-то свое новое, и обмен знаниями, который будет происходить здесь, он важен именно для всего Узбекистана, я думаю. Я считаю, что это спровоцировало ускорение процессов любых, абсолютно. Потому что приехали люди, которые даже из Москвы, там все намного более продвинутые, и они как бы здесь помогают в развитии. То есть я считаю, что наплыв релакантов поспособствовал ускорению процесса развития во всех областях. Ну, это прям заметно. У нас открылся фуд-рынок, например. Такого вообще не было. И даже в планах все IT-проекты, насколько я знаю, очень много айтишников переехали, и они именно здесь продвигают эту область как можно скорее, на мой взгляд. Я считаю, что хорошо, потому что я познакомилась с большим количеством обалденных ребят, как творческих, как аналитиков, с которыми можно поговорить о разных вещах. Причем у них же совершенно другая точка зрения, касаемо разных обстоятельств. И это интересно, потому что, когда с ними разговариваешь, ты понимаешь то, что многое в СМИ и в информационном поле, оно не договаривается. Потому что по факту вот ты с живым человеком разговариваешь, и он тебе рассказывает, что на самом деле у нас вот так вот. Потом это обмен культурными ценностями, знаниями и всем остальным. Как ты думаешь, какой Узбекистан будет через 5 или через 10 лет? Ну, я думаю, это будет новый среднеазиатский тигр. Своего мнения на этот счет, наверное, нет. Оно скорее сборное, потому что у меня много друзей из Турции. Они тоже в связи с экономической ситуацией очень много ближе, в последние 2-3 года переехали сюда. И все, кто здесь видел, как здесь все развивается, как все происходит, как живется здесь, они все говорят, что это Турция 10 лет назад. Ну, то есть я думаю, что через 5-10 лет здесь будет так, как в России-Турции. Это просто страны, в которых я знаю людей, и чье мнение я могу использовать в качестве сравнения. Потому что я не жила в других странах, и не особо много. Но есть с чем сравнить. Часто не могу даже представить. Ну, вроде будет улучшаться. Это, знаете, как говорил наш, по-моему, мэр Ташкента, он говорил, что Узбекистан, Ташкент сейчас лучше, чем Дубай в 1980. Я об этом, если честно, я об этом не думала. Вот. Но я думаю, что только будет лучше, будем развиваться. Но лучше бы, если бы так и осталось все. А так, ну, многие заинтересованы в том, чтобы вносить свои финансы в Узбекистан. И думаю, корректно, Ташкент будет хорошо развиваться. То есть различные компании откроют свои филиалы, что намного улучшит процесс того, чтобы с ним взаимодействовать. Мне кажется, Узбекистан будет становиться только лучше. Будьте добрыми. И у меня скоро выйдет песня. Будет звуком в описании, дай бог. Смотрите, слушайте. Меня зовут Настя. Я фотограф. Приходите на съемки. А что сказать? Не знаю, живите, кайфуйте, наслаждайтесь. Это самое важное, что может быть. Я бы, правда, хотела, чтобы люди были добрее друг к другу. И обращали внимание на то, как другие люди себя чувствуют. И ставили себя на место другого человека, прежде чем совершить любое действие. Ну, хотелось бы, чтобы наше поколение стало более дружелюбным. Поскольку многие люди сейчас стали негативно друг к другу относиться. И это мне не очень нравится. Хочется, чтобы больше общения было среди молодежи. В первую очередь приходите на мой стендап. Смотрите мои фильмы. Я надеюсь, ссылочка будет в описании. А так, скачивайте приложение ОК, потому что там будет появляться всякого рода крутой контент, на котором я сейчас работаю и буду работать, чтобы делать его лучше. А так, давайте жить дружно, как кот Леопольд говорил. Спасибо, что остаетесь с нашими зрителями. Не забывайте про лайки. Обязательно проверьте подписку на канал. Почему-то большинство нас смотрит без подписки. Если вы хотите пообщаться лично со мной, то вот ссылочка на телеграм-канал. Заходите, пообщаемся вживую. Я там всегда онлайн. Вы всегда наш канал можете поддержать. Финансовые номера карточек вы найдете на конечной заставке вот здесь. Субтитры сделал DimaTorzok